еще один очень интересный персонаж кстати к про которого мало кто знает кто-нибудь наслышан про джорджа авакина вот если кто-то из вас у вас немножко увлекается джазом они наверное слышали имена как вы армстронг вот там на фотографии увидите или молодой макс дэвис кто-то узнал их нет да вот он там так вот джордж авакин это один из самых крутых представитель каламбер и 30-е годы это начало как раз существование каланга чтобы вы понимали каландер record это был единственные единственная компания которая выпускала пластинки первое что он сделал это выпустил первые в мире долгоиграющие пластинки до этого такого не было ну и дальше стал джазовым музыкантом джазовым продюсером который кстати сделал майлза дэвиса знаменитым черт авакин из семьи тоже иммигранта но они из россии перебрались из алмарира где была большая армянская община и в принципе до сих пор есть так вот они перебрались сначала в табилиси а потом в нью-йорк семья то есть перебралась ему было четыре года и так получилось что он не говорил на армянском языке очень был увлекался музыкой получил очень большое хорошее образование и чтобы понимали 60-х он один из тех людей которые американский джаз представил кстати и советскому советскому советских городах например москве таллине в петербурге были гастроли музыкантов и это организовал именно джордж авакина закончила школу уже в америке дальше поступает в ельский университет и параллельно с этим работает в колобе рекорд знаете кем архивистом так вот и это самая такая скучная работа которую он считал этой скучной работой он оттуда вывел все старые записи сделал из этого пласть собрал из этого пластинку пластинка которая имела огромный успех он называлась хоть час classic это как раз вот сороковые пятидесятые то есть тогда еще не было такого когда то есть собирали например альбом и это называли потом альбом только благодаря вот деятельности джорджи авакина который попался в архивах и таки он говорил очень многих интервью чем он занимался первые 20 лет каландир рекорд он копался в архивах меня благодаря ему потом выпустили пластинку элли фиджер потом луи армстронга и очень многих других представителей джаза которые на самом деле стали популярными их покупали во первых огромное количество людей то есть они стали очень популярными дальше уже продавались советском союзе и так далее так далее после войны он ну то есть после второй мировой имеется ввиду он возвращаетесь и знакомиться кстати с армстронгом уже у них были такие уже дружеские отношения они записывали отдельные альбомы которые как раз он продюсировал сам вне каландир рекордс и очень долгое время работала с и армстронгом и у него брат кстати был кинопродюсером на они вместе основали компанию национальная академия грамм записи который кстати выдает грэмми вы знаете да про премию грэмми который дается ну музыкальным достижением дай представителям музыкального то есть музыкальных достижений если у таковы есть и это тоже выдается его компания позднее время очень многие представители джаза в том числе и мастер весь и уже после военное поколение они очень благодарны были джорджу аватами потому что он ходил например разные бары и вытаскивал оттуда талантов ну то есть их записывал делал альбомы а альбомы и очень его любили и ценили его коллеги луи армстронг кстати работал с ним очень долгое время очень много и очень ценил его вклад творчества джазовой музыки и